я вас глубоко и нежно приветствую на своем youtube канале как всегда мог банк и самые интересные темы только у меня на канале ребят не забывайте поставить лайк и забывайте написать комментарий добрый хороший мне сегодня собственно говоря что у меня сегодня у меня сегодня вареники вареники которые я лепила сама и пельмени пельмени с уксусом вареники ну просто с майонезом вареники с сырым картофелем и грудинкой замечательно и с майонезом и значит пельмени пельмени у меня с уксусом ну-ка попробовать тут это половинку я на пробу уже когда варю пельмени я один достаю половинку ем пробую хотя я знаю стандартно примени варить от закипания 6 7 минут все не более а то него разварится и знаете что что я вспомнила недавно только узнала я же вообще люблю пельмени лепить вареники да это конечно заморочен у меня такая старая мясорубка и значит рассказывает мне мама она как-то пришла к моей бабушке это и я не знаю она там вспоминала свою молодость ну что-то про деда вот у меня же корни с урала она с дедом познакомилась и поехала не знаю сколько ей лет было и были дети у них не было не знаю не помню значит бабушка приезжает знакомиться с родителями в гости и просто в шоке от того что они постоянно не работящие ты работали они там не запойны ничего она горит они постоянно говорит каждый вечер культ они лепят эти пельмени говорит и пьют водку лепят пельмени и пьют водку и мне это мама когда рассказала игру мам так вот я в кого в чью породу то есть я не знаю свой это получается мои прабабушка стопора дедушка и бабушка собрала вещи и как чухнула с этого урала ну дед вместе с ними чё лепил бабушка говорит я в шоке горит они постоянно лепят пельмени горит и пьют водку я люблю водку и я люблю пельмени лепить и леплю пельмени понимаете вот она порода вот она через несколько поколений мне передалось это переходим к новостям что у меня ой для вас но первая новость мне показалось что это очень интересно и забавная женщина требовал от своего мужа деньги за кекс сегодня прочитала новость на тайване женщину установила ограничение на интимную жизнь с мужем когда тот набрал лишний вес сначала жена ограничила кекс до одного раза в месяц еще через два года она вообще перестала с ним заниматься кексом потому что он стал очень толстым муж после этого подал на развод но жена смогла уговорить его забрать заявление и пообещал измениться может после этого подожди измениться но вскоре после этого она все равно вернулась к своим старым способом отказа в кексе только в этот раз она стала куда изощреннее женщина взимала с мужа 15 долларов когда тот хотел заняться любовью мужчина не выдержал и снова подал на развод судья одобрил расторжение брака жена кстати не хотела разводиться и позже подала апелляцию в которой конечно отклонили значит отклонили что у нас там а все осуждаем или понимаем но это очень забавная история на самом деле ну до маразма уж какой-то маразм ладно отказываешь да мой взимать еще 15 долларов со своего мужа разводиться не хотела и в конце приписка осуждаем или понимаем слушайте я не осуждаю не понимаю мне кажется бредятина какая-то взымать деньги ну ладно отказывать отказывать возможно да он ей стал противен растал сел растал сел и так далее ну вот тебе и развод получающий худого но вообще у меня как то этой женщины немножко с головой не в порядке но это так придет предисловие просто наткнулась на эту новость и решила вам зачитать пельмени с уксусом это моя любовь я люблю ложка есть как хорошо и следующая история не от моей подписчицы подписчица одного канала пишет честно девчонки вот я иногда читаю такие вот истории думал блять я чё заняться нечем вот больше как будто проблем жизни нет вот сейчас я вам зачитаю кстати вас бы волновала вот эта ситуация которая сейчас я зачитаю вам так не знаю осудит меня здесь или нет но надеюсь хоть кто-нибудь поймет не так давно вступила в отношения с мужчиной с которым мы знакомы четыре месяца мне к нему большая симпатия не хочется загадывать на будущее но пока все хорошо с первых дней общения мы открыто перед друг другом и когда нас уже завязались отношения мы поговорили про кекс и он честно рассказал о своем опыте то что у него была огромная куча блять смысле но 40 плюс не знаю мне кажется это не огромная куча куча девушек в кексе по его словам количество переваливает за 40 плюс ну хотя смотря сколько тут же возраст не указан если ему лет двадцать то он неплохо устроился да если ему ну взрослые 40 плюс херва знает хотя я не знаю статистику мозгами я прекрасно понимаю что его прошло мне не должно касаться и кто и такая чтобы ковыряться в этом но я не могу ничего с собой подел мне почему-то очень неприятно противно обидно мерзко я даже не могу описать все свои чувства иногда переживаю что он может меня сраню сравнивать с кем-то еще мы живем небольшом городе иногда начинаю себя накручивать и думать а что если он с прохожей девушкой спал или с моими знакомыми я понимаю что это очень глупо с моей стороны но я не могу контролировать свои мысли иногда думаю что лучше бы я об этом не знала как мне выкинуть это чувство неприязни как перестать из-за этого переживать очень надеюсь что со временем пройдет ну вот честно заняться дело девушки нечем это мое такое сугубо личное мнение заморачиваться сколько у него партнер ну во первых есть ты такая впечатлительная вот есть ты такая вообще впечатлительная то принципе тому ну зачем так такие вещи задаешь до любопытство берет вверх видимо домашние пельмени самое вкусное вот если я впечатлительна мне что-то будет неприятно да я лучше не буду не знать зачем во вторых если все хорошо вот девушки знаете любят на пузову на пустом месте себе придумывать додумывать что-то вас все хорошо вас замечательно какой-то мне намечается там будущее тогда зачем ты себя накручиваешь она сейчас себя на крути да девчонки это скажите вот просто скажите накручиваем мы себя на пустом месте я да я блять себя так могу накрутить и поверить в это настолько вот впечатлительный впечатлительный человек вот я наверное в этом плане там в бабушку которая царство небесно она могла обжечься об холодный утюг то есть в но само внушение само внушением не такое что вот я вот развита фантазия да вот это в ненужное русло вот лучше фантазировала в какой-то я не знаю в дело а когда не в дело это фантазии идет и все это он тебе изменяет и трубку не берет тоже он обязательно со своей какой-то люхой будет понимаешь а ты ему звонишь он не берет трубку но он не берет трубку то что у него куча делал зарабатывать деньги а ты себе уже накрутила что почему он не берет трубку вот ей-богу думаю господи но проблем других нет а ты знаете когда делать нехер а есть такой враг тебе делать нехер и пойди картошку начисть соседей угости пол помой да на сервисе такие истории конечно понимаешь что все мои люди разные все остальное но иногда вот читаю истории то мы можем и девчонки ну вот у вас все хорошо вас любят заботу он звонит желает каждое утро доброе утро хорошего дня вы вместе чё блять вот расковыривать эту жопу и ревновать там к бывшему к не знаю к тем которые он просто блин они у него там для кекса и он даже не помнит нами половина этих имен сто процентов и вот это идти и вот думать подозревать каждого том что она там где-то с ним все-таки мы женщины знаете такие вот странные вот правда мы странные сначала мы значит хотим узнать всю правду а потом будем ревновать к этой правде так с пельмином я закончила не знаю доем я вареники или нет не знаю почему то мне со сметаной не могу есть вот эти вареники именно с майонезом со сметаной вообще для меня сметана пресная вот прям пресно сметану я добавляю вот в борщ люблю сметану добавлять добавлять в салаты всегда микс делаю сметана майонез какие-то там плюс еще того зелень и так далее вот не могу для меня на вот пресная сметана вот ну нет как будто в ней вкуса а с майонезом залетает люблю пельмени жареную картошку борщ соленья короче я люблю такую домашнюю пищу а мясо я вообще мясоедка ничего что это у меня был завтрак и в три часа в три часа дня все жду ваши истории пока пока